Школьные годы В 23 года при поддержке администрации города Чебоксара реконструировано 29 пришкольных стадионов. На эти цели потрачено 25 миллионов рублей. Что сделано и какой фронт работы на текущий год, об этом подробнее. Завязать морской узел, собрать автомат Калашникова и сдать стометровку. Ученики столичной 24-й школы могут без предварительной подготовки. Участники различных смотров конкурсов и спортивных соревнований разных уровней занимаются на старой спортивной площадке. В этом году 24-я школа вошла в программу реконструкции школьных стадионов. Позиция администрации города Чебоксары направлена на то, чтобы здоровье и безопасность детей были основополагающими в работе. В среднем около 7-8 стадионов ежегодно в городе Чебоксары получают новое оснащение, современное оснащение, которое соответствует всем международным требованиям, предъявляемым к ним. Безусловно, легче было бы, скажем так, в кавычках, рочерком пера решить, где в какую школу оставить какое оборудование и таким образом, опять же, в кавычках, решить проблему. Но на самом деле, в первую очередь, необходимо знать потребность самой школы, коллектива, педагогов. Поэтому пожелания и предложения педагогов и школьников при разработке проекта учитываются в первую очередь. Кто, как не ребята, лучше знают, как должна выглядеть спортивная площадка и их мечты. Был организован целый конкурс проектов. Самые интересные были представлены городской комиссией. На резиновой дорожке я хотел бы сделать разметку 100 метров, чтобы сразу видно было, к какой цели ты идешь. Также есть предложение сделать закрытую баскетбольную площадку. Но также на баскетбольной площадке я хотел бы воссоздать свою игру детства 4 квадрата. Баскетбольная площадка – не единственная мечта спортсменов 24-й школы. Мы хотим в основном оставить все на своих местах, но обновить баскетбольное поле, футбольное поле. Также установить дорожку препятствий и дорожку для занятий атлетикой. Участие в открытом обсуждении приняли даже самые маленькие. Мечтаем мы о нашем стадионе. Не год, не два, а много долгих лет. Что будет он в нашем микродрайоне для больших и маленьких побед. В решении вопросов такого масштаба учитывалось и мнение родительского совета города Чебоксара. Несмотря на разнообразие вариантов проекта, к единому мнению члены совещания пришли достаточно быстро. Круговая беговая дорожка должна быть однозначно со 100-метровой дистанцией. Объясню почему. 100-метровка – это классическая дистанция, которая в первую очередь используется при сдаче, при тестировании комплекса ГТО. Что касается универсальной игровой площадки, она обязательно должна быть. Она закроет все моменты сразу и она должна быть предназначена максимально для всех игровых видов. Это волейбол, баскетбол, бадминтон может быть, может быть гандбол относительно используется, стритбаскет тот же. Строительство спортплощадки запланировано на май этого года. Первое занятие физкультуры в новом учебном году пройдет уже на обновленной спортплощадке. Здесь будет легче добиваться побед, уверены ученики 24-й школы. Такой же подход был использован при проектировании спортплощадки в 4-м лицее города Чебоксара. Она открылась еще в прошлом летом. Жители юго-западного района были очень довольны результатом сотрудничества коллектива лицея и столичной власти. Это очень важно, потому что у нас теперь есть где заниматься. Будем больше времени уделять спорту. Можно просто так выйти, например, погулять и на этот стадион зайти и во что-нибудь поиграть. Баскетбол, футбол. Наконец-то теперь появились нормальные турники. Можно подтягиваться хорошо. Это очень важно, потому что нужно физически развиваться. На реконструкцию этого стадиона было выделено более 30 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. На новом стадионе появились баскетбольные, волейбольные, хоккейные площадки и, конечно же, беговые дорожки с антетическим покрытием. Сами ученики особенно гордятся новым футбольным полем, размеры которого увеличились в разы. Подобный стадион, он давно уже был нужен в нашем юго-западном районе, потому что и дети, и взрослые все хотят заниматься спортом. И особенно наши ученики, ученики нашей школы. Но теперь у нас есть где заняться спортом. Я думаю, не только школьники, но и жители все окрестные будут сюда приходить и заниматься. 2016 год станет завершающим в программе реконструкции спортплощадок. Еще пять школ города получат современные школьные стадионы. Так что новые спортивные рекорды не за горами. Субтитры создавал DimaTorzok